Синчао! Меня зовут Соня и вы смотрите новый выпуск программы о моем путешествии по Вьетнаму. Прямо сейчас я нахожусь в старом уютном городке, который не менял свой облик уже сотни лет. Время здесь будто остановилось. Друзья, сегодня вместе с вами я прогуляюсь по колоритным улочкам города Хо Ян, что расположен в центральной части Вьетнама. Этот город – одна сплошная достопримечательность. В настоящее время в Хо Яне порядка 840 официально признанных памятников исторического значения, а старый город и вовсе находится под покровительством ЮНЕСКО. Это настоящий город-музей под открытым небом. Многие старинные здания в городе сохранили особенности традиционной архитектуры. Уже в течение сотен лет фасады магазинов на ночь закрывают традиционными ставнями из досок. Крыши домов сделаны из старинных черепичных плиток, а в сезон дождей из-за повышенной влажности обильная растительность украшает фасады домов. Днем здесь легко можно пройти двухдневную норму по количеству шагов или намотать приличный километраж на велосипеде. Прогуливаться по уютным разноцветным улочкам среди старинных зданий безумно интересно. Тем более в историческом центре города, куда ни глянь, памятник архитектуры. Например, вот этот японский мост, который был построен в далеком 1593 году японской общины города, чтобы связать ее с соседними китайскими кварталами, находящимися на другой стороне реки. Прошли столетия, а мост остался почти неизменным. Сегодня японский мостик не просто достопримечательность города, это символ Хуяна, который также изображается на почтовых марках. Кстати, в 17 веке мосту дали новое название – мост для прохожих издалека. Но, видимо, новое имя мосту не понравилось, и оно так и не прижилось. Его все по-прежнему называют японским. Любителям шопинга здесь тоже есть чем заняться. Хуян считается городом швей, это традиционная здесь профессия. На улицах города огромное количество магазинов с кожаными аксессуарами и обувью. Можно купить готовое изделие, а можно выбрать кожу, цвет, дизайн и заказать индивидуальный пошив. На следующий день ваш заказ будет готов. По-моему, прекрасный сувенир из Хуяна. Из-за обилия прогулочных и рыболовецких лодок, плавучих ресторанчиков, которые перемещаются по реке и каналам, исторический центр Хуяна называют Вьетнамской Венецией. В светлое время суток здесь можно любоваться разноцветными лодками, прячась от жары в милых ресторанчиках на берегу реки, а вечером отсюда и вовсе не хочется уходить. После заката Хуян меняет свой облик. Загораются тысячи огней. Разноцветные фонарики живописно смотрятся на фоне черного неба. Лодки с красивой иллюминацией курсируют по воде. Берег украшают затейливо подсвеченные фигуры животных, а по черной глади воды проплывают ажурные бумажные подсвечники в виде лотоса, которые гости города опускают на воду, загадывая при этом свои самые сокровенные желания. Я, конечно же, не стала исключением и тоже проделала этот красивый ритуал. Ну, проверим, сбываются ли желания, загаданные в Хуане. С уверенностью могу сказать, «У этого города есть душа». Время здесь словно остановилось. Попадая сюда, неосознанно замедляешь свой ритм. В Хуяне не хочется нестись быстрым шагом, как мы привыкли. Среди неторопливых жителей, которые так гармонично вписываются в свои дома, в которых они живут из поколения в поколение, хочется сесть в тени и медленно попивая напиток из сахарного тростника, лицезрительно проплывающей мимо лодки и размеренную жизнь местного населения города-музея. Скажу честно, одного дня в Хуяне мало. Лично мне хотелось остаться хотя бы еще на пару денечков. Но мне пора ехать дальше. А у меня на этом все. Спасибо, что это время провели со мной. Как раз начался дождь. Поэтому, друзья, увидимся совсем скоро. Пока-пока. Ой, это так тяжело. Господи, я даже минуты не могу простоять. Ой, 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 ой. Очень, очень тяжело. Очень, очень тяжело. Очень, очень тяжело.